С беслимитным тебя, самым быстрым тебя. С беслимитным, самым быстрым интернетом тебя. Включайся, Мегафон. Игра — это азарт. Игра — это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч, официальный партнер Virtus.pro. Париматч, официальный партнер Virtus.pro. Париматч, официальный партнер Virtus.pro.pro. ESL One New York Исход этого дня решится на карте Инферно. И эту карту играют обе команды. Проблема лишь в том, что одна команда на первой карте оказалась значительно сильнее другой. Будет ли то же самое нас ожидать на Инферно? Да, я прям с оттяжкой так тебе отвечу, прям, чтобы уже точно не будет здесь никакого фокуса, а фокуса, и я думаю, что будет все примерно то же самое, что Liquid'ы с самого начала. Даже если дадут пистолет на раунда, может быть, даже сыграет 0.5 после девайсного раунда, то все равно они будут набирать свое, и там уже G2 будет в роли догоняющей команды, которой нужно будет прям собраться и уже действительно к Малеку за спину обращаться. Типа, братан, что-то не идет. Может, опять Трявика возьмем? Что-то не идет, а Малек такой, ну, мы будем делать штуки. Потому что он в интервью говорил things. Мы будем штуки делать. Вот сейчас 4 АВП, 4 АВП. И если верить, кстати, его словам, команда G2 показывает все, что у них есть. И, ну, если это так, то первый матч совсем неубедительный. Это что-то жесткое, вы сейчас раскатали, на самом деле. По фактам. Вот, да, в общем, да, хорошо, все, спокойно. Да, Инферно от команды Liquid в защите на Апланте очень хорошо, потому что Твист стоит, потому что за А3 боксом он стоит и делает свои штуки. Это его опорная позиция. Про B-плэнд у меня особо сомнений, в принципе, нет. Во-первых, Ильиш в команде, скорее всего, будет вроде как наконец-то играть. На Да, Инферно я жду. У меня вот на него, во-первых, фэнтези, во-вторых, сейчас я вроде его жду, потому что на ДКШ ему не хватало. Вот сейчас, наверное, будет. Твист, наверное, сейчас будет. Что касаемо команды G2, Кеннис не будет, потому что очень-очень-очень эмоционально восприимчивый игрок. Вот сейчас будет все очень плохо у Кенниса. Шокс, эмоционально восприимчивый игрок. Это вот именно тот момент, когда я еще думал до этого, что он именно такой. Потом я его еще опрашивал, опять же, личное интервью проводил. И потом, после этого, где-то там через месяц, он написал, что я эмоционально восприимчивый игрок. Там была такая интервьюшка, я такой, а, окей, значит, я очень, короче, чувствую вот эти ваши французские штуки. Ну, потому что то ли на одной волне, то ли Бог его знает. Поэтому полкоманды G2 сейчас не будет играть, предположительно, что плохо. И у меня нет физически вообще вариантов. Я не знаю, как им выиграть сейчас. Сложилось впечатление, что и на первой карте полкоманды G2 не играла, потому что existence, miss и body, ну, как-то их вообще не слышно, не видно было. Шокс пытался, Кеннис тоже пытался, но в отличие от Шокс, у него вообще не складывало. Ощущение, что он, знаешь, спал, и этот выход был показательный, когда на него входит с мейна, Кеннис стоит, целится, у него есть куча времени. И он то ли не нажимает, то ли что-то происходит, и вот это был очень странный момент, потому что в таких старых Кеннис, старого образца, который просто вот он пиксель видел, он уже все стреляет, потому что он уже понимает, что сейчас будет выход и все вот это. А здесь он очень не убеждал. Кеннис нужен эмоциональный, ментальный саппорт. Он становится сильнее, когда вот его поддерживают, он как птица Феникс такой. Ну да, очень много всяких фотографий, где Кеннис на всяких турнирах вот так сидит, и значит, что у команды очень плохо. Такое лицо, как будто вот сейчас действительно будет все очень плохо, это ментальный брейкдаун, да, в общем, это Кеннис. У Шокса плюс-минус такая же тема по поводу Дю Бордо, по поводу Смитца. Еще до того, как был этот состав, была информация инсайдерская, то что он хочет играть, он хочет играть с АВП, он хочет играть с райфлом, он хочет играть вообще все, он хочет кидать гранаты, все что угодно. Короче говоря, да, у Дю Бордо хочется, да, но вот что-то сложно. По поводу Экзистанса, легендарный капитан Экзистанс, шутки шутками, но на самом деле что-то тяжеловато. До сих пор тяжеловато. Экзистанс написал, что да, нам нужно там год, по-моему, или полгода, или полтора, или бог его знает, я сейчас не вспомню, для того, чтобы раскрыть вот этот потенциал, но что-то вот, я не знаю. И вот это было как раз полгода или год назад, да, когда он это написал, мне кажется. А сколько времени прошло? Четыре месяца прошло, по-моему. Ой, да время-то летит. Время летит. Дети стареют. Да, вот уже я здесь. Дети стареют. Оскар истыляет СВП, да, то есть тут, конечно. Куда катится имя. Куда катится имя. МСЛ в Норзу меняют. Да, вообще жесть какая-то. Ну ладно. И по поводу, в общем, команды GTO, вот если вам интересно, дорогие друзья, вот если интересно, вот сейчас вы пойдете смотреть этот матч, прямо в чате спрашивайте у Кристал Мэй, что он думает на этот счет, потому что в последние, за последние месяца два, наверное, два с половиной, три Кристал Мэй шарит вот в этой французской штуке больше, чем, по-моему, все мы вместе взятые, кстати говоря. Я абсолютно серьезно, потому что он угадывал вот все при этом. Я помню, когда у нас вот был такой маленький rivals между друг другом, он, кстати, от партнера, понимать, коэффициенты на карту до Инферно, между прочим. Я бы даже поставил здесь 1 и 1 на команду Liquid и что-то около пятерочки на команду GTO. Ну что-то ты прям... А как иначе? Ну, складывается впечатление, да, что... Тут выбор команды Liquid некогда легендарный. Как ты говоришь, легендарная защита. Легендарная! Да, только легендарная защита команды Liquid, которая... Я понял, мы с вами собираем отряд орков, короче, идем болеть за... ВИГОЛЯ ФРАНС, легендарный Капитан Экзистенс, ну, пожалуйста, возьмите хоть шесть раундов. Короче говоря, в общем, Дима Кристалмэй, в общем, шарит в этой всей вот штуковине, поэтому сейчас будет и нам пояснять, и всем пояснять, а она здесь интервью, между прочим. Это ваша лучшая карта, ожидали ли вы что, она появится? Мы просто играли свою игру. Мы просто играли свою игру. Как я понимаю, он ожидал от команды ЖТУ больше командной игры, а он видел только какие-то индивидуальные работы, если я правильно понял. Складывается впечатление, что вы сейчас чувствуете себя очень уверенно, по сравнению с тем, что было ранее. И даже те, которые на один сайдовой карте, мы все равно смотрим на односайдовая карта для нас, мы все равно смотрим на своего противника, как на команду, мы недооцениваем их. И на Дейнферно, из того, что я понял по отвесцу, сейчас то, что он сказал, они будут прямо играть вот все, что они смогут сыграть, а потом уже разбираться. Да, были мы сильные, раскатали мы их типа 16-3, да, какие-нибудь или нет. То есть команда Liquid сейчас не будет недооценивать команду ЖТУ. И, во-первых, ЖТУ и так-то сложно, да, максимально, а тут еще твист такие штуки говорит. То есть как бы на Апланте будет разрыв, причем и на защите, и на атаке, и вообще где хотите. Ну и так, ваши предсказания, господа. 16-6 пользу команды Liquid. 16-8 пользу команды Liquid. Ну а так ли это будет, узнаем прямо сейчас. Кристал, Мэй, Исмайл, вам слово. Спасибо, дорогой друг. Вопрос в другом. Ты согласен с Гатминтом или с Мингадом? С 6 или 8? Да, 6 или 8. 7. 7. 7. Тогда 9 не хочется, что-то. 5. Приходится 5. 5? 5. Ну это слишком, конечно, жестко. По убывающим, в общем. Да. В любом случае, надеемся, что будет интересная заруба, а не наше с вами предсказание. То есть я хочу, честно говоря, там какие-то полудопчики, там, не знаю, 16, хотя бы 13, чтобы мы вышли на какие-то интриги, вот это все. Потому что то, что сейчас происходило до этого, было крайне грустно. Я думаю, должны подсобраться, потому что все-таки вот то самое Инферно, которое против Фейзов играли. Вон те вот ребята, которые должны играть, да, вот они играли. Тот же самый Смитс, тот же самый Экзистенс, они именно на Инферно. Как раз мы их очень сильно отмечали, что они отстреливали нормально. Будем надеяться, что здесь произойдет то же самое. Пока первая пистолетка. Да, Эликвиды на атаке. Сейчас посмотрим, что они способны здесь показать. Скорее всего, это будет ВДВ раунд. Три аппы, два шарта. Или что-то в этом роде. Кстати, так и получают хаешечку. Хорошая хаешка. Чуть позднее. Упоря, отлично. Работа вместе со Смитсом. Они полностью поняли, что будут делать Team Liquid. Возможно, они смотрели даже демки. Возможно, они просто в курсе одного из любимых раундов на атаке почти у всех коллективов. И это выход все-таки на Аплэн. Будет еще осуществлен. Вопрос только в том, какими потерями Смитс выбивает еще и Бобу. Шокс минусует нитро. Остается только Элиш, у него нет шансов. И вот тебе первая пистолетка. Она залетает, по-моему. Вот сейчас Эксистенс. Слыши, 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 слыши по дому. Хорошо. Хорошо. Качественно, мощно, непринужденно. Просто поджали дом. Ну, контрмеры полностью были приняты от G2. То есть, вот прям классика жанра. Даблой. Стоим, хаешку закидываем. Все хорошо, все четко было сделано. И причем реально прочиталось, потому что хаешка была закинута. Ну, плюс-минус по таймингу, да, там много не снесло. Вот чуть-чуть позже было закинута. Там, мне кажется, просто отлетели бы ребята по ХП. Но туда отправили ЦЗшку. Это раз. И туда отправили как раз еще второго вспомогательного парня. Так, у нас тут безарморный твист и нитро. Остальные у нас, соответственно, первым-вторым арморами имеются на атаке. Также дегулы и ЦЗшки. В общем, такой полуфорсетский имеется. Что касается G2, только два фармгана, три помаста в исполнении от франкофонов. И откидываются гранские ранние, как обычно, от G2 на банан. Контроль от них имеется здесь. Бадди уже прошелся до нычки, но отойдет обратно на плюс. Ликвиды, в свою очередь, зайдут на мидл. Да, никакой раскидки нет, никаких флешек нету. Просто три дегла. Сейчас будут запускать их по миду и попытка отстрела кого-либо хотя бы. Но флешечка есть одна. Ее можно использовать при чеке одной из позиций. Опять же, деглы хорошо расправляются со длиной. И на зелье можно с ней сыграть. Сейчас как раз-таки Кенес, например, не с лучшим девайсом. Вот то, о чем я говорил. Деглы решают дальние дистанции. Фармган от Кенеса ничего не смог сделать. Мало того, его потом еще можно будет подобрать. Нитро как раз-таки доберется до этого фармгана и ассистирует своей команде. В заходе на аплэнс с разных сторон. Проблема в том, что бомба лежит далеко. Она была оставлена на C2. И ТЛы... О, кстати, они вообще могут идти в Б. О, мой бог! Это вообще ни в какие ворота не лезет. Единственный минус для Нитро, что он потеряет сейчас этот фамос. Потому как Бадди нашел его в не самом лучшем моменте. Нитро был с ножом в руке. Успел заслапать девайс, но не успел из него выстрелить. Но, в тем временем, быстренько забирается в сторону Б планта. И здесь Бадди все слышит, все прекрасно понимает. Но, скорее всего, он даст поставить бомбу своим оппонентам. Что означает, что ТЛ уже заработает денег. А в будущем, возможно, и возьмут раунд. Диффузов нету как раз на этом планте. Может быть... Шокс, отлично. Минус! Бадди должен помочь ему тиммейт Тако. Еще хороший минус по Шоксу. Шокс был фуловый. Да, итакентий мутит. Итакентий хорош. Твист, правда, тоже подойдет своему тиммейту. Проблема в том, что нет контроля у G2 над Бананом. И выбивать его будет сложно. Твисту надо тупо жить. И тупо надо было выжить. Это еще стрелять Бадди. Потому что Бадди был лоу хпшный и Тако мог бы его прикончить. Но все-таки спасли этот раунд G2. Хотя, на самом деле, это мало того, что потери трех игроков, потери трех арморов, трех девайсов и так далее. Это просто еще и тотальная неуверенность. Потому что мы видим, насколько тяжело даются подобные раунды для французов. Очень close раунд был, на самом деле. И должны этот форс были вообще, по идее, брать у нас ребята из команды Liquid, но... Там курочка заболела, пытаются пройти сквозь, но ей не дают. Это, знаешь, это матрица, конец для нее. Конец матрицы? Конец матрицы, она в него убилась. Очень грустно за нее. Кстати, прошу прощения, XMK от Шакса. И этот крокодил интерес, куда вообще поставить? На апа? Знаешь эту фишку, матрицу если пересмотреть наоборот? Парень, который принимал таблетки, потом стал нормальным работником в офисе. Вообще, кстати, позитивная тема. Я все еще свое. Пытаюсь выбраться из этого сюра с КСом и Дотой. Но не получается. Пока третий раунд. А что-то посидели с тобой, заполняли банковские счета. Знаешь, что-то нормально. Четко-четко. Здравствуйте, свободная касса. Шок с крокодилом. А пока шок с крокодилом в руках. Вот тебе тот самый сюр. Так, твист. Выходит. Вместе с нейтра. Опаньки! Какая флешка сочная! Просто минус два. Но Smith дает свой и минус два. Прерывая полностью атаку у Тейлов на б-плент. И сейчас заходы через флешки и молики. Навыч покидал налево, покидал направо. Смоков, кстати, нет у атаки. Что означает, что будут проблемы определенные с тем, чтобы закинуть хилпул. Но это заход на Аплент на самом деле. Шокс в упоре. Да. И, кстати, вот этот крокодил в упоре сейчас вот на этом ящике. Он может очень серьезно порешать. Если его моментально не снимут. Если он сейчас первый этот калаш убирает. Вот минус элайш. Красный Навыч еще не может. Ни в коем случае он просто не хочет выходить на этот крокодил. Прекрасно понимает, что это еще подфармит очень жестко. Ой-ой-ой, какой великолепный хэдшот от Нафа. 2 в 2. Но он на префаре просто вышел. ЦЗХ может позволить себе подобные действия. Кенес на малых песках. Тем временем Дака будет прикрывать шарту. Ему очень нужно здесь выиграть. У него остается 3 хп. Это проблема. И здесь надо мансовать. Надо выверно действовать. Ух, какой хэдшот. Я говорил сейчас, это был шэдшот. Шэдшот, да. И Кенес остался один. У него нет шансов. Извините меня, но... Хотя, дифузки, ты... Прострелят, прострелят еще. Какой раунд. Кенес. Тащи за всю боль. Давай. За всю Францию. И Марсельезу потом. Ну-ка. Так, байт пошел. Така. Дака не байтится или байтится? Байтится и он успеет. Дифуза есть. Есть дифуза? Все, успел. Черт, третий раунд. Он раздельфузит эту бомбу, как леденец. О, это было жестко. Это было жестко. Два... Точнее, три. Ноль, прошу прощения, но какие же раунды? Какие же раунды? Экономика сыпется у французов по полной. Они потеряли тройку во втором и четверку в третьем раунде. И здесь, если бы не Смитс, если бы не Смитс... В линию собрал просто. Еще прыжок был от веса, поэтому спокойно. Вот здесь очень красиво было. Ой-ой-ой, просто прошел все там по шлему. Ну и красиво хоть что-то вот такое. С тремя хп. Не побоялся, не побоялся выйти как раз-таки, сделать этот коншот. Ну а стрельбу все четко, на свой аимчик. Так, заход быстрый от Шакса на мидл. Опять же, у противника есть девайсы. Это целых два галила вместе с Калашом, ЦЗшка и Дигл. И у меня есть подозрение, что Калаш Шакса в руках может тоже быть подарен в начале этого раунда для ТЛов. Но нет, он делает свой килл. Байд тем временем не исполняет против Элижа. И Team Liquid оказывается вообще закрыты полностью. Здесь капкан, нитра тоже погибает вообще без одного прага. Походу ТЛ закончат раунд. Да, так и есть. Три килла от Шокса, два килла от Бадди. Супер уверенная работа от французов. Они начинают как раз таки чувствовать ту самый флоу, который нужно было прочувствовать еще на ДКШ. Да, 4-0. Работает по кадету. Но надо больше за защиту набирать. Потому что за атаку будет конечно трудно играть против Team Liquid. Мы прекрасно видели как они умеют закрывать. Включаем просто риезу, говорят. Ах, ТЗшечки в руках у атаки. Это 3 ТЗ плюс Дигл плюс P250 и это Rush на C2. Скорее всего опять же за ВДВ будет выход на тройку по апам. Здесь конечно же работа от Шокса. Смоки, молики, все остальное. Без внимания не останется этот сектор карты. Аккуратненько пока холдят. Хаешечку еще можно было бы закинуть. У Шокса она есть, присутствует. И вот она пошла. И сейчас будет очень много урона. Нет. Counter-Strike не хочет выдавать много урона, когда граната взрывается в миллиметре около твоей лица. Отходит спокойно. Двойка у нас на 55. Хаешечка. Еще одна. Сочная. Ну как-то не сочная. Хаешки в нынешнем. Вспомню 1 на 6. Вот там вот эта плюха летела за 3 километра. И там ажила реально жестко. Так. Курочка выбежала из-под огня. Говорит пацаны. Так. Алло. Тем временем в пятером Team Liquid поставили бомбу. У них есть возможность за контроль этот раунд. Особенно если взять то, что есть апартаменты под контролем. Их все еще G2 не могут выбить. Пошло выбивание апартаментов. Но неудачно. Смитс уже лежит. Лбом вниз. И компания G2 собирается делать сейф. Лоу это сейф против пяти пистолетов. Он самый, друзья. Он самый. Бадди такой. Так. Вообще я мог вот сделать вот так вот. Если бы еще не убежали, мы бы еще и раздиффузили. Но на самом деле здесь понятно, что он просто стоял на статике. Да. И выбивал людей, убегающих на него. Поэтому это было не так уж сложно. Очень странный раунд просто G2. Вот нет, чтобы встать в какую-то дефолтную позицию. Один на ковре, другой в яме. И авик поставить там на 55, там на 15 куда-то. Ну в район зелени. Без разницы. Там билотеку, там в арку. Вот. Они просто делают эту двойку на 15. И оставляют этого бедного шакса, который уходит вообще в кладбище. И ничего у него не получается. Но такой раунд, пятый раунд. Они прекрасно понимают, что там форс будет какие-то, да? Пистолеты. То есть там не будет никаких девайсов. И просто отдают такой раунд. Нельзя было ни в коем случае отдавать. Но это G2. Мы знаем, что они умеют так чудить. Постепенно показываются части щитов команды Team Liquid и фанатов. А мы можем поднять щит за безлимит. Болезет лайк. Самым быстрым мобильным интернетовом мегафон генерального партнера. Русскоязычной трансляции. Я не знаю, походили? Да. Где? О, вот он. Привет. Как подсадили, такой упал. Не надо было его, наверное, посаживать все-таки. Хотя, никто не знал, чем это закончится. В самом случае, Бадди не знал, что столкнется сейчас. Что там происходит с дистанцем? Он все это время горел, судя по дэмэджу. Да, он сгорел. Он сгорел до конца. Смит тем временем принимает вместе с Шоксом обоему от нафы или же в лицо. И остается только Бадди. Он будет сейвить свой девайс. Потому что этот раунд уже закончен для французов. Что творят эти дикие французы? Это просто, ты понимаешь, это подсадка в апартах. Это вот непонятная подсадка от... Ладно. Они умеют. Я не очень разделил твое, честно говоря, негодование или удивление. Ну, зачем вот эта ранняя подсадка на банан от Кенниса? Он по красоте сделал бы выстрел. Это что? Это ж simple style. Simple же может. Почему Кеннис не может? Ладно. Но вопрос в другом. Как existence там сгорел? Жалко, что мы этого не видели. Я надеюсь, что мы увидим повтор от него. Потому что existence как-то... Он был соткой, понимаешь? Он был соткой. Дали ХЕшку. Он начал гореть. И он догорел до конца. От молика. Его никто не дамажил. По нему никто даже не стрелял. Обычно под флешку так происходит, когда дают молотов и флешку. А, куда бежать? Бежать. И ты бегаешь просто вокруг молотова. Беги туда, куда бежит курица. Если она жива, значит... Она же... Делает. Значит, ты можешь еще выжить. От огня бежит. Ну да. Я имею в виду, она точно жива. Но шурма. Но шурма. Not today. Please. Вопрос-то в другом. Пока с ней не сделали McChicken, значит она еще может бежать. Значит она еще жива. Значит там есть сейв зоун. Я уже не знаю, как, конечно, пользоваться этим профессионалы. Все еще мне очень нравится эта желтая форма от existence. Реально, может быть, он специально себе заказывал. Это желтая майка лидера. Да. Как у велосипедистов. Или как там у биатлонистов. Кто там носит ее. 9-1 Бадди идет. Может надо было его брать? Себе в команду? Да, надо было. Ну, в смысле в фантазии лигу. Тем временем прилетают флешки от НАФА. Заходят они на ребра, я так понимаю. Сейчас зачекают слева, возможно зачекают справа. Старый фнатик раунд без флешек. Бау! Просто попадается на Кенниса. Вот туда. Пимав. Пимав на патрон. Да. Так, квист. Аэшки полетели. Смитс ответит моликом. Хорошая откидка моментальная. И тормознули атаку Team Liquid на определенное количество времени. ТЗ Ахат, Сминза откроется. Он здесь прочекает ситуацию. Team Liquid на самом деле немножко заперто здесь. Атаки не хватает широты. Не понимает то, что стоит возможно уйти обратно на бэплант. Опять же, классика жанра. Вот этот вот тест сайт на Дэнферно. Так, парни, забираемся в сторону Апланта. Теряем одного. Если мы теряем одного, тогда идем в меньшинстве на Б. Там теряем еще одного и идем втроем на обратно. И там выигрываем раунд. Там выигрываем раунд. Дэнферно, спасибо тебе за это. Хотя, опять же, здесь мне кажется, что это просто будет занятие бэпланта. Там всего лишь один опорник, легчайшие раскидки и постановка бомбы. И там уже из-под ретейк. Ну да, гробы надо 90 смочить, где стоит у нас Кеннис. Так все происходит. Вот сбок летит. Нужно Кеннису отходить. Там пытаться... Там даже не Кеннис уже стоит. Ретейк просто сделать. Бадди! В атаку. Атаку куда-то вообще зашел. Почему-то на хвпу. Странно. Очень хороший. Пытался прошить унит, расстается 27 кп. Ой-ой-ой, там человеку в голову прилетает у нас еще нитро. Бедный. Ну все, ждем Смаков и делаем ретейк. Сейчас надо ворваться Элижу. Нет. Да. Он останется в углу у Смаков. Надеется на то, что он в ближайшее время не растасется. Так, флешки. Элиж. Ну, за Элижа здесь действует пока нитро. Там самое главное звено. Три человека с одной и той же стороны. Выезжающих. Элиж убивает только одного из них. 21 против 2. Он может. Он может. Но Кеннис оказался сильнее. Мой мальчик в моих фэнтези-поинтах сладкий. И еще и возьмет эту бомбу. Посмотри, возьмет ее. И задифузит до смерти. И еще и эту. Вот такие вот раунды тяжелые, да? Они могут брать, но... Посмотри, какие эмоции. Посмотри, я давно не видел их улыбающимися настолько широко. Еще и радующимися и кричащимися. Ну и винишко. Оп. Блоточек. Безалкогольное, да. Безалкогольное вино. Да. Детское шампанское. Так и есть. Любимый напиток всех французов. Тем временем Шокс думает, что же ему купить. Решил Панайн. Видимо, много радовался, много разговаривал, не успел закупиться вовремя. Но факт остается фактом, что G2 уже 2-3 на БА. Есть откидки. Очень быстрое занятие банана от Team Liquid. Молики полетели. Но это молики последней надежды. Последнего редута, я бы даже сказал. Но все правильно сделали французы. G2, с утащения Liquid, в свою очередь пойдут на middle обратно. Ну, я люблю до Inferno за счет таких веселых перебежечек. Да, жестко пытаются откидывать у нас G2. Просто так не пропуская на какие-то быстрые пуши у нас жидких. Поэтому и молотовые флешки залетают. Все гладко, все четко. Опять выход по миду. Сейчас будут загонять в плент. Это One Way Smoke, кстати. Вот это One Way Smoke, который кладется здесь на левое крылечко. На этот левый выступ. И он очень крутой, на самом деле. И вот пока он не развеется, лучше не выходить. Никто и не выйдет. Оп! Опаньки! Так оказался сильнее, чем KNS. Однако Smith все-таки смог. Да, вот nice shot. Еще бы. Полностью солидарен с KNS. И теперь вопрос в том, что... Размен один на один. Мы все прекрасно понимаем. Для T-сайда намного более выгоден в этой ситуации. Team Liquid должны просто его реализовать. Если они накроют Smith с огнем, то все будет замечательно. Но Smith успевает сделать один килл. Второй килл. Выходит на третий килл. Как он их насилует? Квадро. Эйс. Был бы, если бы рандом сработал, но не сработал в дом в скопе. И лишь остался один. А бомба... О, бомба на крыльце от GG. Ему можно идти и умирать. Иршокс плюс 600 сейчас должен фармить. Смотри, смотри, смотри. Так, пацаны. Так. Это Mission Impossible. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Завез и умер. В 2014 году при таком заходе бомба выпала из человека вверх. И осталась наверху на вот этом, не знаю, козырьке. А у одного из террористов там было 10 секунд или 8 секунд. Короче, он успевал бы, если бы она не была на козырьке. Отнимает очень много времени, чтобы добраться оттуда. Это Ц-подстава. Да, Ц-подстава. Но это чистый рандом. Я не знаю, как так. Только вздумайся вообще. Ты бежишь, короче, у тебя есть большой пакет с тобой. И пока, когда ты умираешь, ты выкидываешь его вверх. Ну да, ты руки выкидываешь, типа. Ай, всё. Боль. Боль. Волейбол. Женский. Так, мужской Кенни с ним время дает 2 килла против Нафа и Нитро. Ну, тут связешный раунд от атаки. Хотели они быстро прорваться, сделать ВДВшный раунд. Атака, атака. От хэдшотов Шокса. Но на разменах Илижа забивают до смерти. И Смитс остается один. Твист. Выходит через блок, выбегает. Кеннис увидит, что он на миде где-то находится. Не хочет поджимать у нас. Кто у нас на банане стоит? Номер пять. Номер пять – это Экзистенс. Пачка валяется на полтора под балконом. Потому что смоками откидывает. Боятся от ЭТЗшки. Там девайсы на миде были. Поэтому вот Калашка сейчас подберет у нас твист. Уже с Калашком будет играть. Чекает цветочки. Ну и за бомбой надо сходить. Минуты еще есть. Пятьдесят секунд аж целых. Погуляет. Сейчас подчекает второй мидл. На французы у нас просто забились. Настолько интенсивный раунд был вначале. Прям вот супер агрессивный. И в конце концов… Насколько он грустный, не динамичный в конце. Превратился просто в такой, ну ладно, погуляем на шифте. Я прекрасно понимаю действие Твиста. Он полностью здесь прав. Но просто немножко обидно за раунд. Он мог бы закончиться такой динамикой. Мы перешли к следующему, который был бы еще более динамичный. И так сноубол, сноубол, сноубол. Все быстрее, быстрее. В конце концов мы уже… Очень долгая кульминация. Развязки будет очевидны, что его убьют моментально. Пау. Грустно. Четыре килла от Кенни Эсса. Квадро от него в этом раунде. Квадро от Смитса в предыдущем раунде. Единственный, кто пока проседает по фрагам – это желтый Экзистенс. Два килла от него. Вратарь не спасает пока свою команду. Но опять же… Вот массажик, массажик. Говорит, пацан, сейчас все будет. Экзистенс должен закрывать. Давай, ты умеешь, парень, давай. Вчера он просто уничтожал. На первых двух картах у него были лучшие фрагстаты. На третьей, правда, не очень, но все равно они обыграли фейс. Это самое главное. Что касается Ликвид, в их стане мы видим нервы. Нервы парни кусают ногти. Ты, кстати, вот как отучался от кусания ногтей во время игры? Или ты не отучался? Не, я вообще не переживал по этому поводу. Я так сидел, голову откидываешь назад и на стульчике валяешься. Да. Ты хоть слушал своих тиммейтов в то время паузы? Конечно. Коэффициенты от нашего партнера париматч. Тотал раунда 27,5. Андер 1,76. Овер и 2. Я бы сказал, что... Я бы на овер ставил бы. Я бы тоже плюсую полностью. Хотя... Вот сейчас очень-очень много, конечно, зависит от этого раунда. Кенни Эс пропустил одного, отходит обратно. Опять же G2 вот прям чувствует свой темп. Они постоянно агрессируют, пытаются где-то выйти. И... Боди забирает нитро. Легко и просто. Без каких-либо напрягов. В самом начале на банане. Легко и шанс боди. Легко и шанс боди. Угу. Отлично. Хороший килл. Ну как-то агрессивно делают. Вот минус первый делает. Ну зачем дальше идти? Отойди. Сыграй 5-4. Уже за защиту это огромнейшее преимущество. Нет, надо идти дальше и атаку опять оставлять в равенстве. Статус-кво восстанавливают. Странно. Эти агрессивные действия, конечно, они периодически французам играют на руку. Но в большинстве случаев это, конечно, в минус. Так, а? Старается выйти. Тут в нычке был Смитсон. Обязан был забирать как минимум одного, желательно. И двух полностью прерывая атаку Team Liquid. Однако никто их не способен остановить. Даже выстрелы от Кенниса с его снайперской винтовкой. И достаточно неточно. Они просто улетают в молоко. G2. 3 на 4. Попытки Риза Бедритейка. Хотя бомба все еще не поставлена. Но Лошадков. Это сейв. Даже бомба еще не была поставлена. Это уже сейв. Но они правы. Экономика вправду тяжела. Ну, Кеннис как-то в какой-то странной позиции стоял. Он очень поздно подошел на 55. И ему нужно было вот этот open-frag делать. Потому что опять на халяву. Без слэша, без всего выходили на него как раз таки стреляться. И Смис должен второго как раз человека был забирать. Но почему-то эта двойка не сработала нормально. Хотя могли уже быть 3 в 2. А так, третий раунд для команды Team Liquid. Да. И по деньгам тут придется разбрасываться оружием. Французам. Для своих тиммейтов. Опять же, пока очень ровно идут атака лишь. По 7 киллов. 3 килла у Твиста и Нафа. Нафа еще раздавал на первой карте. И что-то сейчас не чувствует. Он закладчик. Ну да. Он закладчик. Он просто бегает с бомбой и закладывает. И звездочки собирает. И звездочки. Звездочки это очень важно. На самом деле. 3 звезды, 3 раунда все четко. Меня всегда, знаешь, радовало. Когда у меня 0 киллов, там 1 кило. Но звезды есть. Знаешь, какой-то... Ты закладчик просто выкидываешь все свои девайсы. И просто распрыжки с ножом, с бомбой в руках. Летаешь. Летаешь и просто ставишь ее. Пауза. Взяли снова Ликвида. Это уже вторая от них. Зевс. Что-то сейчас устаканивает парней. Рассказывает. Короче, смотрите, берете мод и бьете по одной точке. Все у нас там получится. Опять детское шампанское для французов. Бешеные глаза. Усмится. Напряжение. Напряжение серьезное. Напомню то, что G2 проигрывает уже первую карту. Вторую, соответственно, сейчас попытаются вытащить, чтобы перенести это best of 3 на решающий D оверпасс. Честно скажу, я в оверпасс все равно не верю. Просто по причине того, что у G2 реально не такой же большой маппик. И в данном... Точнее, маппул. И в данном маппике получилось именно так, что последняя карта это та, на которой они не играют практически вообще. То есть они пермобанят обычно D train. На оверпассе, соответственно, они исполняют... По-моему, у них 0.2 за последние три месяца. Могу, конечно, немножко ошибаться. Но статистика, в любом случае, не утешительная. Кэш даст два Inferno у них карта. Да, примерно так и есть. Так, выход быстрый от Бадди. Пять калашей от жидких. И у Бадди импишка. Посмотри, какая у него импишка. То ли он забыл купить армор, то ли... А у него 700. Он ошибся в покупке Молотова или флешки, неважно. Он купил хотя бы первый. Ну да, кстати. А что он не купил первый? Я не знаю, просто без армора играет с МП9. Он, типа, чтобы налегке, понимаешь, как Рэмбо. Налегке? Ну да. Рэмбо там не налегке бегал. Он был весь в патронах, перевязках, хромой, подбитый, с луком. Ну, в общем, Бадди решил, что он может себе позволить. Ну, типа, о чем? Всяром в углу стоишь и стоишь, тебе все в порядке. Не знаю, честно говоря, в связи с чем это все связано, но не суть. Могу тебе сказать одно, что здесь чуть-чуть приостановил атаку Team Liquid, потому что начало всегда от раундов они пытались быстро отыгрывать, либо банан быстро занимать, либо быстро на мидл выходить, пытаться какой-то найти open frag. Но сейчас они вообще на нуле стоят, мне кажется, они еще болтали. Бадди, без армора просто халяву собирает. Минус два. Дикий, дикий парень. Совершенно почему-то не ожидали его здесь увидеть американцы. Така, выезд от него. Празилец все-таки сможет совладать с экзистенсом. Заход дальше с Маченский на холпу. Здесь в упоре находится Кенни-Эс. Он пойдет в сторону гробов. Есть ли здесь смог? Да, есть здесь и смог, и Молик уже полежал. Теперь Кенни-Эс будет пытаться стрелять сквозь смог. У него это не получается, он выдает свое место расположения. Тим Ликвид поставили бомбу. Да, проблемы по хп имеются. Зато у G2 фулловые игроки. Мало того, у них есть хаешка и флешка. Есть два диффуз-кита. Правда, Смака на бомбу положить не удастся. Его просто-напросто не существует здесь. Шокс разбирается с нитро. Таким образом освобождая часть банана. Но вторая часть банана удерживается. Нафа! Нафович тотал. Печальный спрей. И тем временем Кенни-Эс убивает еще и так. А три человека были обезврежены. Не единые потери для G2. Браво, Шокс на самом деле в соло разобрался с бананом. Если бы там его забирали, то три в два. Очень трудно было бы этот ретейк делать. Это были три корочки с чесночком против трех корочек с помидорчиком. И зеленью. Да. С багетом. Ты не мог удержаться, да? Итак, друзья. Атака от Тейлов. За счет того, что они поставили бомбу, они смогут взять себе клаши. Не знаю, что там по раскидкам. Должно быть не очень хорошо. Хотя нет, видите, все замечательно. Три клаша за EMP. И есть молики у четырех игроков. Смоки у всех. Так что есть с чем играться. Вопрос только в том, как с этим будут играться G2 в свою очередь. Потому что, опять же, мы видим, они откидывают ранее молотовы на яму, чтобы отзонить. Или же одного оставить здесь на этой точке. Но не работает. Тем не менее, нам нужно понять одно. Если ты идешь чекать карту, занимать позиции, тебе нужно каждый миллиметр карты проверять. Потому что везде, просто везде находится G2. Они постоянно поджимают. Они постоянно пытаются играть в эту агрессию. Кстати, вот здесь она защиту хорошо работает, в отличие от кэша. Кеннис просматривает миддл. Найдет свой опен, но там на миде никого нету. Убегает оттуда атака тоже. Нитро. Под пашку будет выходить. Чекает он. Цемент. Моментальный смок от Бадди. И захолдилась атака. Минута остается. Еще полно времени, чтобы перетянуться и туда-обратно по плантам. Миддс чекнул опарты. Сейчас будет приниматься решение, куда пойдет атака у нас. Потому что пачка стоит пока на банане. Но время есть на перетяжку. Все. Если это будет Б-плант, это ГГ. Потому что это буст. Клумба не чекается. Клумба вообще не чекабельна. Она просто... Это точка непроверяемая физически. Пошла раскидка. Кеннис. Ой-ой-ой. Нитро под флешечку забирает экзистенс. Все. Клумба. Два минуса. Раз. Два. Два. Три. Просто... Ну физически невозможно ее прочитать. Это ГГ. Это сломанная точка. Никто не может. Там слепая зона. У тебя мантия-невидимка от Гарри Поттера автоматически лежит там. Ооо. Это боль. Мы не ожидали третьего так быстро просто здесь. Такой стак. Глимерский. Да тут нечего оправдывать. Я тебе говорю, даже если бы их было два, все равно бы никто не прочитал. Я знаю. Так вчера было. Так молодец. Так еще играет. И хэдшот. Почти. Почти. Вот сейчас залетел бы третий в башню. Смит стартовал. Ой! БМЧ пошел. Плотный. Какой же ты грязный наш Смит. Да. Французы сдоминировали просто так сейчас. Агрессивно. Очень агрессивно. Он бы еще тибэгинг там устроил. Так. Мап-winner у нас 1.3 на G2 и WhyDodo. Хай май лав. Не. Ну оскорбили. Так. А теперь еще и давай угорать над ним. Все временем троечка КФ на Ликвид от нашего партнера. Приматч. Потому что он любит тебя много. Ну конечно. Начинается от мазочки. Да-да-да. Это детские. Хихоньки-хахоньки. Сейчас Така включит свою бразильскую горячую кровь и расскажет вообще на второй половинах что да как. Короче я не верю в то что. И вот давайте сейчас без клумб просто играть потому что это читерская позиция. Опять 3 на B. 2 на A у G2 да из-за этого. И если Така сейчас просто подкинет какую-то флешку там можно просто сыграть под нее. Будет на шарту на быстрое занятие. Очень узко пока играют ТЛ. Могут выйти на лонг. Могут выйти на зелень. Могут вообще выйти на коннектор сыграть там с плитом. Читает это G2. Стягивается. Экзистанс тягивается Шокс через библиотеку. Така пока уже на 20. Выходит. Сейчас может будет какое-то получше сделать у него open. Хорошая флешка взлетает на чек. И Кенис сам себе пытался эту флешку накинуть. Должен сгореть здесь мидс. Да сгорает он здесь нитро. Его забирает. Экзистанс делает минус по атаку. Не идет стрельба дальше. Твист делает минус экзистанс Шокс. Разменит она. 2. Просто 2 в 3. БМщики всегда страдают. Если не сейчас, то в следующем раунде и... Опять сейф. Опять сейф, потому что с деньгами совсем беда. Вот нам показывают как раз таблицу. Нужно сохранить эти 2 мки. Экзистанс 4. А, я понял, что он стрелял-то. А, хотя это был Смитс, точно. Простите. Я думал, просто если бы экзистанс стрелял по трупу, то логично было, потому что у него не получается фраг сделать. Он стрелился на голову, наводился в упор. Ну да. Я имею в виду, знаешь, когда у тебя просто затык такой жесткий, да ты вот условно там раундов 8 подряд никого не убиваешь, тебе тяжело. И ты потом выпускаешь всю вот эту боль, которая у тебя накопилась внутри. Бывает такое нужно сделать. У Твиста все очень грустно. Вчера он показывал лучший фрагстат в команде на протяжении БО-3 от Liquid. И здесь что-то как-то у него не налаживается. Бадди 16 в 6. Да, силен, силен. Может быть Бадди взять? Я тебе говорил об этом. Возьми Бадди. Ты говоришь, я хочу Шокс. Я сам предлагал, но потом передумал на Шокса. Нет, ты зря. Шокс тоже идет неплохо 1.57. Да, все нормально. Вообще у французов все неплохо. Радует то, что у нас появляется интрига в этом Best of 3. Это хорошо. Это качественно. Но у Тэйла все еще есть шансы забрать себе 6 раундов на первой половине. Пока идет размен картами. Потому что пик команды G2 был это кэш. Они его провалили полностью со счетом 16.5. И здесь тоже на домашней карте команды Team Liquid. У них пока у самих тоже ничего не получается. Беда. Пока беда. Шокс с дробовиком. С новой. Это новый способ беймить или это новая тактика какая-то? Шокс у нас где работник? На B? Шокс он постоянно бегает. Но вообще он по-моему на играет. А нет, подожди. Он на играет Шокс. Окей. Значит это апы какие-то? Да, он в апах будет. Интересно. Интересно. Так. Ну да. Байс совсем нехороший. Точнее с точки зрения того, что нету моликов. Только две штучки у Vady Existence. Дефиски 3-3 штуки. Есть нормальная фармгана. ТЗшки. Новая. Ну как у Шокса. Кто знает, как она сыграет. У Телла в свою очередь все есть. На FVP. Он вышел на тропу войны. А Kenny S. ЦЗ. На апах. Твист в упор от него. Твист опять же тот парень, у которого на этой карте не очень выходит по карту. Смени. Жестко. Прострелили здесь. Все. До свидания. Тут просто дабл прострел. Атака и твиста. В кроссфайр против Kenny S. А тот не выжил. С таким количеством ранений невозможно данное. А Шокс здесь пор стоит. Шокса отсюда не выкуривали. Лишь минус бадди на B. Возможно просто, что Шокс окажется вне позиции с этой новой и не востребован в этом раунде. Составит просто настоящий. Ни в коем случае нельзя чекать. Но зачем этого? Зачем? С таким количеством хп ты выходишь на чек просто. Словить одну пуль и умереть? Так и произошло. Шокс за всю боль. По 900 собирается, ребят. И этому тоже хэдшотик парню. Хорошо. Четко, четко. Работает. 4 в 2 ситуация только что была. 4 в 2. А стало 2 в 2. Или стоп. Или была 5 в 2. Ну ладно, не суть важна. Важно другое. Важно то, что да, в 2 в 2. Бомб поставлено. ТЛО могут взять этот раунд. Но вопрос только в том, что Нитро надо выкуривать из больших песков. Наф играет из-под дефолта. Шокс смесит с экзистансом. Имеет флешки, имеет смоки, ездив из киты. Все есть. Есть набор. Все замечательно. Флешки полетели. Есть работа от Шокса. Надо двигаться вперед. Он рядом с стеном. И Нитро промахивается своим спреем. Наф остается один. Тут чисто было техно. Микро. Ииии... Наф еще одного! Второго! Жестко просто! И дело в том, что это не только пятый раунд для Team Liquid. Это их шестой. Потому что денег у французов нету Им придется снова играть типа полуфорсом Вот эти вот несчастные, точнее, ол ином ЦЗшном, максимум там ЮМПшки, что-то такое И это шестой раунд будет, если будет он, конечно И потом еще можно спокойно выходить на счет 9-9 При пистолетке взятой А счет-то был 8-1 8-1 Был жесткий разрыв, а сейчас уже таким разрывом-то и не пахнет Хорошее преимущество растерять G2 Огромнейшее преимущество И теперь они растеряли еще инициативу Тим Ликвид Явно на коне Как бы это ни звучало, Тим Ликвид готов выходить на мидал И здесь контратака от экзистенса с мидцом Две СЗшки работают шикарно Тим Ликвид растеряны Минус 2 в начале раунда не входило в их планы О, правильно, все правильно Все девайсы туда Просто в мусор круг Да и свой тоже можешь скинуть Не читай, не читай, если здесь Шокс Да Но это будет П Ну, ты же знаешь Вышел на А, получил там по щам, пошел на Б Ну, да Стратегия одна Три на пять идешь на Б и берешь раунд Но можно обратно вернуться на Ну, если тебя убьют один раз на Б Фейклауд А, нет, 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 так 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 Шокс увидел противника Получил Все Ну, а теперь надо прорваться Прорваться в открытую зону Заняли ребра Лиш заходит на коннектор Получает здесь флешку Но, однако, контратакующих действий Эджету не будет Они просто постепенно, плавно займут библиотеку И подходы к Апленту Флешки полетели С маки тоже Лиш в упоре Надо найти здесь Кенеса Тот шикарнейшим образом Отвансовал За фонтанчик Кнафа чуть-чуть добивает Кенеса Однако Все еще меньшинство для Team Liquid Они попытаются выйти на Аплент Поставить бомбу Осталось 35 секунд Времени Навала Можно еще попойтировать Немножко постоять Подумать о жизни Потому что Деньги все равно за бомбу Не имеют никакого значения Это последний раунд В первой половине Нав вместе с Твистом Все еще в углу Они закрыты Но это не помогает Экзистенсу Который идет не со своими тиммейтами Два друга Усмит Чего Экзистенса Находились совершенно вне ударной зоны И они не могут выйти вместе Треху повод веса есть Он сделает Вау и килла Боже, нет Он был так близок Но все-таки Второго спрея не хватило Боди Заберет эту бомбу И это 10-5 Экзистенс прекрасно давал информацию Куда пошли Ребята команды Team Liquid То, что они оба в планте Поэтому Дело техники Было забрать Здесь, конечно, Кенес Переиграл Така На последний момент Ну, очень много раундов отдали Сами по себе Могли, на самом деле, больше делать Куда-то там на счет 11-4, что ли, выходить Но тут и стрельба пропала У ключевых игроков Team Liquid, согласись По сравнению с тем, что было у нас на кэше Где они не давали вообще никаких шансов Перестреливали тотально противника Агрессия Вот эта агрессия Не читали Ребята из Team Liquid Ну, такую наглость Вот эта наглость, да Безарморный парень с MP9 Делает киллы Но там, конечно, еще помогали Но все равно Здесь Шокс, конечно, красиво отыграл Просто перестрелил Ребятам И вот этот раунд тоже Могли Ну, вот, вот Team Liquid забирать Чек Позиции Ну, не читали здесь Бадди Ну, ты двух человек забираешь Ты забираешь АОП Потом видишь парня, который начинает с тобой стреляться Убегая в плент Ты бежишь за ним, понятное дело Ты же не будешь к нему спиной выходить И чекать клумбу Ты хочешь его убить? Догнать его? И тебя парень просто... Просто их трое Один как минимум должен смотреть хелпу И чекать Ну, у тебя хелпа в смоке Да Как бы ты не ожидаешь, что будет парень на клумбе Ну, как бы это логически Понятное дело, двое могут в плент побежать там Или третий должен смотреть Но это синхронно должно выходить А так, если у тебя первый будет выходить и смотреть на клумбу То тебя убьет парень с квада Да Да Жестенько Жестенько ЦЗ от Виста Глаки от ЖТО Тоже раунд по второй длине Тоже что-то из серии Раунда Team Liquid будет Аркад на банане Постреляться Экзистанс Если у нас по 250-х, нет 5 блоков. Без флешек, без арморов, без всего. Шокс. Отличный минус. Смитро разменивает. Бадди. Отличный минус по нитро. В большинстве атаку надо захолдить. Никуда не лезть, захолдить. Спокойно подождать в большинстве за атаку. Так, ровнейшее преимущество. Дальше через двадцатку уходит. Так, Элиш. На дальней дистанции надо пересстрелять. Смит вышел в спину. Отличная работа от него. Тем временем наф остался один. Он на библиотеке. У него пистолет просто шикарный. Но у Кенни Эсо шикарнее. 11-5. И G2 явно готов закрывать эту карту. В Беста 3 серии. Напомню, что у нас не игра на уэлит. У нас игра в сетке венеров. Потому что Ликвиды вчера обыграли свою пару. G2 обыграли Фейзофф. А Ликвиды кого обыграли, забыл. Снатик? Энерджи. Энерджи? По-моему, остаюсь. Да. Да, по-моему, Энерджи не играли. Да, ДДАС-2 там финальная карта была. Что могу сказать? Не получилось у Ликвидов то же самое раунд. Типа у меня сработала ФЗшка у нас в ампартах. G2 молодцы. G2 борется на этом инферно. И борется-то уверенно. Так он миншокс. Ну, зачем в аркаду вот эту как-то выходить? А хотя он его на второй для него. Или дальше начинает пушить у нас ребята с тем Ликвид. Причем двойкой они это делают. О, Нитро сейчас может еще Смитса забрать здесь с балкона. Но помнишь, что на кэше, что на первой половине до инферно очень близкие были раунды Форсбайна. И на ТЛ все-таки не забирали их. Но там были вот типа клатчи один на один и так далее. И сейчас постепенно снова G2 начинает терять преимущество какое-либо. 5 в 3. При этом все бомбы на С2. И по этой бомбе есть инфа. И ее окружили 4 человека с разных сторон. Есть подозрение, что забрать ее будет крайне сложно. Даже если ты заберешь ее, далеко не факт, что пройдет с ней больше пары метров. Кенни. Бомба. Забрал. Потрогал. Главное, если не ласково, нежно. Сначала понюхал, потом потрогал. Хорошо. Ваша заявка принята. Так. Вставайтесь на линии. Уход на бэплент, короче, от G2. Там один Тако. Ну и ТЛ должны читать это. Они обязаны сейчас перетягиваться. Тут без вариантов. Причем они могут в спину еще заходить. Да, вот как раз-таки перестрелка маленькая с Кенниесом. У того осталось всего лишь 44 хп. Зато вся инфа у ТЛ. Здесь просто капкан. 300 секунд и приходится сюда идти на этот капкан. Здесь Тако шлепает в лица. Но это мы передумали. Та самая стратегия по названию. Теряешь одного, заходишь на бете. Теряешь другого, заходишь на А обратно. Нитро здесь в упоре с Эзехой. Вы сами знаете, что сейчас произойдет. Это будет хардкор, потому что пошел байт. Экзистон собирает собственную себе мейста. Кенниес. Сейчас печалит. Уходим в минус стан. Вопрос в другом. Не потеряли вообще... Точнее, три девайса сейчас забрали парни из защиты и Team Liquid. Я имею ввиду. Три девайса они забрали чужих. Это очень большие вливания по экономике. Здоровейшие такие прям. Просто колоссальные. А ты Тренчер, вспомни, от команды Нави, когда Флейми делает минус 4 и просто 4 калаша за защиту. Там жестко было, согласен. 11-6. Team Liquid все-таки смогли выровнять шансы. Если забирают этот раунд, то забирают еще и следующие, скорее всего. Хотя Джету могут поставить бомбу, но, сами понимаете, экономика все равно очень сильно страдает. Если расчета не получается, идем в апарт и прыгать с балкона. Конечно. Но мы знаем этот план. Он дефолтен. Он дефолтен. И Тейлы знают о том, что они сами так делают постоянно. Да, у них все раунды с пистолетами были не раш-б, а чисто раш-апы. И каждый раз им мешали при помощи молотовых и смоков. Там так, СМП-5. Контролирует, держит. Не даст так просто выйти. Хотя, хорошо здесь. Ой, какая молотовка горит, Шаксевич! Ох, Москва, почем горят твои колокола. Кенни С. Ой, решечка четкая. Под Кенни С25. Пациентов здоровья ему снимает. Ну и что? И на Б. А пачка-то валяется где? Пачка валяется. А если есть в кармане, пачка С4 на Аплэнсе. И Полнсе она под контролем КТ. Сейчас по-другому будет уже G2 разбирать здесь. Я думаю, вряд ли получится этот раунд взять. Просто жесткий перекрестный огонь у нас на Асайде. К этой пачке просто не подойдешь. Все, заметили двадцатый Кеннис. Кеннис минус. Нав должен забрать первого. Первого забирает. Стоит в красном и пишем, помогает. Минус тоже Шакс. Без потерь 11,7. И дальше фулл эко. Сейчас куда-то побегут. Наверное, какой-нибудь банан. Просто на отдачу. Французы так любят. Мне любят заморачиваться на этих раундах, когда полная экономика. Просто побежать отдастся. Пытаться там кого-то убить, разменяться, выбить девайса. Не мучает, в общем, оппонента своего. Так и есть. Глоки. Вот же там. Он по 250-й. Ты нашел его. Ты увидел его. Да. Иону Шаксевича. Это да. Ричарда Папельона. Выход на Б, я так понимаю, будет собираться от атаки. Тим Ликвид. Конечно. Ой-ой-ой-ой. Гори ясно, Нав. Просто халяву собирай. Своего. Правильно, Ильиш, убей его, чтобы ему не дать ему это тейс. У Навача эйс. Да. 14 киллов, кстати, от Нав Флая. Продолжает он показывать хорошие фракстаты. Хотя первая половина для него была крайне тяжелой. Твист 9 киллов. И топовый фракстат у Така. Редко когда мы можем такое увидеть у Тим Ликвид. Мы привыкли, что у жидких всегда так находится где-то на вторых ролях. Ну, четвертый и пятый позиции он частенько занимает. Это странно нормально для его точки, для того, какую роль он исполняет. Суппорт-опорник. Да, да. Джуту, в свою очередь, мы видим, начинает постепенно проигрывать раунд за раундом. Но сейчас уже с девайсами. Несутся в сторону мида, в сторону аплента. Они могут проводить себе движение по ребрам. Но все равно в очищении их будет крайне сложным. Еще и хаешка шикарно залетает по двум оппонентам. Тим Ликвид Наф добивает с мидца хаешечкой уже в стороне Банана. И таким образом французы читаются на все 100%. Еще одна хаешка. И знаешь, когда вот остается мало сока, ты выжимаешь. И там даже кетчуп, например, из пачки. Вот сейчас выжимают же ту в одну и ту же точку. Как пачку. Смотри, какой бесконтактный бой. И как их пробило на еще одну хаешку. Хорошо, что все в здании находятся. Батя в здании. Фоксик в здании. И батя в здании. И хаешка туда же. Туда же влетает в здание. В любом случае, французы реально растеряны. Это видно. Они, как обычно, конечно же, пойдут на Б-плент. Минус один на Б. Классика. Классика жанра. Классика инферно. Так. Смаченский. Главное, чтобы не было буста на халпе. Если буста есть на халпе, этот ГГ. Его нет. Его нет. Все хорошо. Там просто навпьет. Тогда Б-плент проходим. Теоретически говоря. Проблема вся в том, что они даже не подключают, что у Тим Ликвид. Еще целых две гранаты есть у державающих. Есть вот Молотов, в котором только что был положен атака. И еще смог вот Илижа, который тоже сейчас будет задействован. 34 секунды осталось. Вокруг все горит. Все пылает. Ни черта непонятно, что происходит. ЖТУ пытается законтролить библиотеку. Здесь один опорник у Тим Ликвид. Твист убивает еще и Шакса. Потери для французов колоссальные. Они просто с ними не смогут справиться, друзья. Это Наполеон. Он зашел в Москву. Тут все горит. Выйти невозможно. Да, и пачка-то валяется. Макулах малых песков. И Экзистенс ее вряд ли отсюда заберет. Да он не успеет просто поставить. 8 секунд до конца раунда. Сейвить нужно Кеннису. То, что он и делает, как раз уходит в церковь. 3, 2, 1. И девятый раунд для команды Тим Ликвид. Да. Счет жестко. Набирает Ликвиды. Свои раунды за защиту. Это моральное возвращение. И мы знаем, насколько тяжело в подобных ситуациях играть в G2. Им нужен герой. Им нужен тот парень, который нас сейчас жестко тащить. Давать опен киллы. Ему нужно что-нибудь засетапить. То есть условно Кеннис может взять в свои руки АВП и постараться кого-то на длине расстрелять еще где-то. Вот как раз у Кеннису, кстати, калаш. Все остальные играют с пистолиным. Денег нет. И это вполне реальный 11-10. И Тим Ликвид вплотную приедут в равенство по счету. Смит, еще не бейт. Вади тоже. Чуть-чуть получил демеджа. Кеннис отличный хэшот по таку. С целью калашом. Можно уходить. Можно пытаться еще один минус сделать. Одного мало. Нужно еще один срочно от Кеннис Шраба. Молики. Шокс с деглом. Шокс тоже подгорает. Любители вот эти все Зевский Бирскул пройти. Значит, игра на кротке. Не рискуешь, не горишь. Так, а когда горишь, рискуешь. Лишь минус экзистенс. Экзистенс, конечно, сраба. Мне идет чуть-чуть Кеннис. Отличный хэшот по нитро. Еще отличный хэшот по твисту. Нав остается. Просто оставался Кеннис, конечно, жестко. 29 кп осталось, правда, и пакет далеко. Пакет далеко. Надо застакаться сейчас вдвоем или же вместе с Нафом. Да, то, что Наф делал. Наф очень играет сохранно для себя и для своего коллектива. Выверенно, да. Ну, так, Смаченский на яму. И тут Ильич все-таки добьет своего оппонента. Шансы были. Кеннис молодец. Соло-герой. Здесь три килла. Потери, причем экономические для Liquid, совсем не нужные. Потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что путь еще долгий. Нужно взять шесть раундов, чтобы выиграть в этой карте. И закрыть Best of 3 серию со счетом 2-0 по Inferno и Кэшу. Что касается Кенниса и компании, есть деньги. 5900. Ильич уже улыбается. Прекрасно понимает, что все неплохо у его коллектива идет. То, что начинаем набирать эти раунды. Защита начинает работать. Авик появляется у Nitro. Ну что, дадут Кеннису авик за атаку пострелять? Или, ну, его в следующий раз? Не знаю, не знаю, увидим. Вообще, есть ли там... Да, там есть деньги на АВП. Просто на Inferno не всегда необходимое оружие на атаке. Если только ты хочешь хорошо там выиграть в АВП. Да, у Кенниса есть калаш, у всех остальных тоже. Ну, надо постараться. Потому что это самое время, чтобы после паузы как-то принять жесткое решение и найти в себе силы все-таки переломать ход событий. Потому что напоминаю, что G2 имели не только большой противовес, точнее, большой плюс по раунду, так они еще взяли на второй половине пистолетку. Таким образом, взяв себе очень и очень хороший буст. Ну, а далее антифорсовый против Team Liquid на втором раунде. Так, молит. Здесь он чекает налево-направо. А молотов, мне кажется, отличнее здесь. Хаешечку надо закидывать, какую-то мощную. Есть ли она у него? Флешка. Плохая флешка залетает, никого не слепит. Или же здесь один остается. Хочет сделать один минус. Ему нужно моментально будет уходить после этого минуса. О, ее в агрессию жесткую идет. Ильиш! Оу. Ну, на самом деле, спрей изначально выглядел так, как будто он точно приграет. А что за беда с флешками? Почему они никого не слепят на банане? Вообще никак. Вторая флешка вылетает, и никого не слепит. И так хорошо. И так сойдет. Да, нормально. Смог. J2, мне кажется, сейчас попадут в ситуацию, в которой он придется выходить либо сквозь смог, либо на 20-й секунде. Потому что у противника еще достаточно много удерживающих гранат. И да, J2 походу втроем сейчас побегут в B. Останется 30 секунд. Если у Team Liquid удастся хотя бы немного удерживать, а именно Nitro удастся удерживать здесь, то все неплохо. А там красавчик. Он не красавчик, там Nitro, господи. Я чувствую шашлык. Я чувствую шашлык, смотри. Ну, похоже на то. Ой, нет. Заметил. Раз, но не шашлык, а просто по очереди. Да, да, да. Ну, я говорю, вот 17 секунд. Тебе надо идти. В любом случае, чего бы там ни стоило. Кстати, Бадди мог бы откинуть здесь молик, но он решил достоверить его. И погиб. И какой выверенный, спокойный, расчетливый выстрел из ОВП. Да, прицелился. Полторы секундочки подождал. Ну, торопиться некуда. И по Enter нажал. Кстати, а сейчас можно по Enter нажимать? Ну, в смысле, да, он дает тебе выстрел. Я помню, там в 1.6 так и было. Нет, в 1.6 так было, да. Просто через стрелочки, короче. Нет, сейчас Маус 1 дефолтный. Ну, это понятно. Тогда тоже был Маус 1 дефолтный. Раньше на стрелочках играли. Вспомни, кого там, кто последний играл из... Хек. Помнишь, такой игрок был? Хек? Я не помню. На стрелочках играл. Сильно, сильно. Мастер стрелки. Так, у нас 11.11. Временная нища. Кулашей здесь минимальный. Набор гранат. И ЦЗ-шка Укиниес. Ничего страшного, опять же. С этим девайсом можно работать. Флешки полетели. Молотовы тоже. Такая, типа, немножко однобокая атака от G2. Я, честно говоря, не видел от них полноценного широкого выхода на Аплэнт. Например, через зелень одновременно Шорт и использование апартаментов. Как-то зажатенько, что ли, узковато. Может быть, надо пошире. Может быть, надо выбить вот этот вот самый 15 или 55. Вот это классно получается, вот эти дешевые разводы делать. Когда один там раскидывает какой-то плент, туда все стягиваются. Они там троим по Апартам проходят на БОКе. Вот это у них, да. Вот это у них к праве. Остальное. Именно что-то повыкуривать. Там какой-то минус делать красиво под какие-то флешки. Пока у них не жестко. Разве-то. Выход. Идут на А. Да, просто так лучше не уходить. Там же Ави контролят. Там же Кеннис только что стоял тоже. Вот, в Апарте, да. Пошли опять. Не знаем, что делать. Идем в Апарте. Не, ну у тебя... Подожди, сейчас можно еще умереть одному и тогда в Б. Но просто проблема вся в том, что... Хороший тайминговый молотов. Просто в Апарте взлетает. Так они не выбивают вообще раскидок. Посмотри, 20 секунд остается. Все это время у Team Liquid еще есть два молотовых. Только вдумайся вообще в этот факт. Тем временем Нитро в упоре на Апленте с ВП. Не очень удобно, однако Экзистенс достаточно удобен для стрела. Твист добивает еще и Смитца. Кенни С ответил по таку. Бомба будет поставлена в этот свок. Твист ничего не видит. Спрейт по ногам. Не получается добить Плентера. И теперь начинаются проблемы для Team Liquid. Да, они все еще в большинстве. Да, есть Хилпа. Но они оба зажаты внутри Плента. И у Джиту есть пространство, чтобы уйти в сторону Апов. Так оно и происходит. Бадди уходит на апартаменты. Шокс остается в песках. Еще один игрок на шарте. Три шикарных точки у Джиту. И все это с одной флэшкой, с которой можно сыграть Шерсевич на дальних дистанциях. И переследует одного. Нитро отвечает. Нитро контролит Апы. И эти Апы умирают. Кенни С остался последним. И Team Liquid просто мясом забрали. У них есть дефузки. И они успеют раздефузить бомбу. И это еще один раунд для Team Liquid. Четко. 11-11 или повели уже? Да, 12-11. Повели уже в счете на этой карте. Команда Team Liquid. Первый раз, по-моему, да? В этой встрече. Флатра. Последняя игра он на стрелках, говорит Литтл. Флатра, по-моему. Да, передает себе. Говорит, передай Дойсеру. Ну, опять же, Литтлу, наверное, лучше знать, чем нам с тобой. Привет, Толя. Толянш, привет, да. Ждем тебя, ждем тебя скоро. Скоро зайдет в гости. Да. Как там вообще все? Флатра вообще пау-поинты бегал по карте. Сколько раундов получается? G2, по-моему, они, кстати, использовали все таймауты. Первое, второе. Они взяли только один раунд, а именно пистолеты на второй половине. После этого у них вообще ничего не получается в атаке. И вроде здесь был шанс, но настолько как-то вот грустно заходит. При том, что у Liquid вот это положение двух игроков внутри Планта, это закрытая точка, в которой у тебя еще также закрыто стоит ТВП, кроссфайр, и реально сложно оформлять. И причем мы в их сторону закидывали молик, но это именно туда, в угол. Он не прилетел. Он удавился в какой-то ящик, и там где-то до этого ящика начал гореть. Хотя вот если бы залетел бы в угол, просто их оттуда выкурили бы. Да, да. Но тут еще момент в том, что Нидро очень долго жил, бойтировал максимально на себя. Соответственно, Твист очень круто сыграл под этот байт, на этот фокус. Опять же, двух внутри Планта ты не всегда ждешь. В общем, факт остается фактом. Тимлик просто молодцы. Вытаскивают эту карту, как только могут. Показывают то, что они способны показывать класс из любой ситуации, даже несмотря на то, что счет был достаточно печальным для них. На Апп с ТВП на дальней дистанции. Пытаются представить оппонента, у него это не получается. Нидро на Аппах. Ну, в общем, Саланжи Ту наверняка дотянут опять до 40-го. Главное выбить все раскидки. Пожалуйста, сделайте это. Подстатка хорошая. Сработала обратная подстатка. За защиту это не работало для Кенниса. Лишь. Раз. И лишь. Флешка. Хорошая флешка. Сейчас будет вылетать. Рано вышел, наверное, под нее открылся. Это был чуть позже. Но там уже Молик залетал. Может быть, он и прав. Да! Может быть, на сейф уйти? Да. Я думаю, так и сделают у нас Твист Нидро итака. Смысла нет уже идти. В подземке у нас Така ползет. Не прочекает, наверное. Шакса можно забирать. Слышал, что он тоже побежал на банан. Это второй раунд для G2, кстати. И первый девайс на раунд. В спине можно остаться. На самом деле, очень много выбить девайсов. Я думаю, Така так и сделает. Я не уверен. А Шоксик и таких любит перестреливать. Я думаю, не будут дальше бананы выходить. У нас ребята из команды G2. Так и есть. Так и есть. Ножом сейчас повиляет еще Бадди немножко. Флешечка. Така пошел выбивать. Видит только грязь, лезящее ему лицо. Все. Все закончилось в этом раунде. G2 сохранили 4 девайса. Да бабки есть, бабки не проблема. Да, пока да. Пока да. Но постепенно могут они уменьшиться. Мы все прекрасно понимаем, насколько тяжело выстраивать на дефенсе экономику. Хотя у Твиста 87950 смотрится по-королевски. Но это все может испариться в ближайшее время, если G2 возьмут пару раундов подряд. 25-й на ваших экранах. Борьба нешуточная. Команды идут нос в нос. И Смитс. Откидывает опять же. Начинается вот эта дефонтная борьба. Бесконтактная. В стороне банана. Все откидывают налево-направо. Хаешки, кстати, достигают. Кенни Эсса. Эксистанс. Ловит Така на его пуш. Ашамида. Не очень понял, что там делал фразистский игрок. Но ничего страшного. Зачем ли это опять начинает свою агрессию? Какую-то непонятную поджимы. Встаньте в дефолтной позиции. У вас прекрасно получалось. Вы классно защищались против G2, когда стояли в абсолютном дефолтом. А сейчас начались эти поджимы на банане. Куда-то идти. Что-то делать. То просто вас перестреливают на тех же позициях. G2 эти позиции-то все знают. Они ими как раз и пользуются. Всегда за защиту. Ближ. Стрельба пошла. Боба выпила. Второго. Стрельба. Можно доконать. Боже. Бёрст. Бёрст. Но приходит нафич. Правда, это совершенно в другой части экрана было. Наф вместе с нитро 2 на 2. При этом всем у них есть инфа о том, что бомба была на B. И можно было бы именно туда и пойти. Но они полагают, что возможно... Пачка уже устанавливается. Пачка уже устанавливается на B. Но есть нефоскиты. Есть смоки. Есть флешка. Нормально. Треша, три флешки даже есть. Если у нитро удастся на дальней дистанции перестелять, понятно. Нет, хотя там смоки, скорее всего, будут кинуты на халпу. Да, они все еще развиваются там. Вот они как раз развеялись. Только-только. По-моему, там обновка. Да, обновка полетела от Шакса. От Шакса, прошу прощения. У него было три раскидки. Звездная двойка, да, осталась у команды G2. И Кеннис, и Шокс. Поэтому не решились эти ребята из Team Liquid. Ну, вместо расположения просто не знают как раз. Ой-ой-ой, вытащил гранатку. Ее удачно наф. По тлащику можно. Кеннис тоже ответную абсолютно дает. Пау. Нет, все-таки Кеннис наказался сильнее. Но опять же, поднаторел. Поднаторел после первой совершенно ужасной карты. Кеннис явно намного комфортнее себя чувствует на Дэнферно. Ну что, пошли качели? Да, они самые. Отбивают Петюни. Супер довольные. Еще бы. Еще бы. Только что сидели в грусти. В печали проигрывали подряд все раунды. Почему-то не хочет для Бадяна пятерочку отдавать. Смит. А что там по паузам у нас у Team Liquid? Они, по-моему, штуки... Хорошо! Что это такое? Капитан нас снова прирезал, братюнь. А у него просто желтая футболка. Я совсем забыл. Капитан для этого получает. Принимает. Поход не из нашей команды. О, еще и Смит горит. Ну, слушайте, с потерь очень серьезных по хп начинает. Счастье можно, конечно. Счастье хп просто потеряли в начале раунда на халяву. А что нет? Ну, почему на халяву? Извини, меня 600 баксов стоит вообще граната Молотова. А нож в спину от своего? Бесценная. Счастье. Ну, все остальное есть в Мастеркард. Молотовы, тем временем, полетели от Liquid, удерживающие на B-blend. Смит ждет. Калаш в руках его. Будет ли заход на B, вот вопрос. Будет. Смит будет ползти. Под флешку. Выход. Нарик. Димитра. Работает. Нафыч. Хорошая контратака от него. И, судя по всему, посыпались G2. Нету у них выхода. Хотя есть K&S. Это хоть что-то им дает. Они выбивают из угла. Нитро флешки прилетели. Атака. Быстрый в рэп. Как красиво, но не особо эффективная атака. Нафыч. Дабл спрей. Браво. И дрейс его просто... Ну, а как в большую черную дыру засосало. 13-13. И G2 все еще с деньгами вроде как. Наф красавчик. Наф просто две карты отыгрывает чуть ли не идеально. Что кэш у него просто взлетал. И что на карте Инферно тоже свою команду тащит наверх. Сейчас по статистике посмотрим. По-моему, там чип-лидер своей команды. Мап-винер от нашего партнера пари-матч. 1-6 на Ликвид. 2-25 на G2. А мы помним то, что был момент, когда на G2 был 1-3 коэффициент в начале этой карты. Когда они доминировали прям очень и очень жестко. Пистолеты от французов. По деньгам оказалось все не очень гладко. Нитро Кун стреляет по Шаксу. Шашлык вообще мог делать. На самом деле как-то не получилось. Ильиш минус экзистенс. Кеннис. Сидит у нас в метро. Ждаю здесь Ильиша. Поджим его. С мочкой, думаю, никто не будет смотреть. Вот. Увидел, увидел, увидел Кеннис. Увидел. Ильиш. Моментально классная реакция у нас по Кеннису. И последний остается Смитс. У него блок в руках. И, наверное, просто пойдет отдаваться. Смысла нет. Ему здесь что-либо делал. Ёй-ой. Почти забрал здесь Нитро. Но не Нитро, то есть пистан, но Нитро его прикрыл его. Насколько же хорошая шла игра у них все-таки на первой половине. Насколько же тяжело дается каждый раунд Леджи Ту. Атака. Это атака на Инферно. Она тяжелая. Камон. Есть команды, которые на атаке лучше играют, чем на Дефенсе. На Инферно. Опять же, карта такая, что здесь достаточно хороший баланс. Поэтому все и катают очень много ее. Но вот она в ВП от Кенниеса без армора. Смит взял себе макушку. И все остальные играют, соответственно, с калашами. По распискам все не очень густо. Но с этим можно двигаться и жить. Темликвит начинает проем. На Б-планте. Олеги влетели в углу. О, на пыщ подкинул под себя Смаченский, чтобы хоть как-то жить. Но теперь спалился. Еще и использовал Смок. Смит остался с 29 хп после массовой бомбардировки. Это просто был Дюнькер только что. Дафа просто выпустили здесь. Парень живи, говорит. Да, все-таки пожалели. С другой стороны, было опасно вот так вот прям сразу выходить на него снова. Итак, G2 решили переориентировать свою атаку с Б на А. Очень много, кстати, раскидок повыбивали из Ликвид. Вот это раннее нервное начало. Это то, что нужно было на атаке для G2. Потому что мы помним, что каждый раз вот эти вот медленные полуразвались, такие заходы, в которых у Тим Ликвид на окончании раунда, на 40 секунды остается Смотов, Смок и так далее, из-за которых уже тут начинаются проблемы со временем и выходом вообще. Сейчас, посмотрите, просто раскидок нет. Только у Твиста один молек. Все остальные были потрачены в начале раунда, потому что было супер нервно. Много движений, много действий. Кенниес вышел на зеленку, поставил. С 15 по Элижу. Нафач получает Смок себе на позицию. И может сейчас, кстати, через него сыграть. Этот Смок может сыграть не только в сторону. Но просто сами закинули Смок, сами же от него все подохли. И это трибл, гил от нафа, Смит и сдал за один. 5 хп у него остается. И просто его еще спину, наверное, в затылок здесь заберут после чека, наверное. Вот после этого, я уверен на 99%, что подорвется очень много у нас, у зрителей, потому что у фанатов или у любителей французского контрстрайка или на тех, кто поставил. Просто потому что вот, когда ты смотришь на такой, думаешь, ну тут не может такого быть. Только что отличная атака. Гранаты все забрали у противника. Большинство. Кенниес вешает хорошее СВП. У тебя 5 на 4. Ты вроде заходишь на плен. Сам положил Смок на эту библиотеку. И потом просто парень берет и заходит сбоку, просто начинает расстреливать людей в упор. И ты такой, что? Я, кстати, ни разу не видел от Зевса, да? Он там пойдет, там или же скажет, красавчик, лишь там улыбнется, там твисту, там скажут, классная прическа парень. Эмоций нету? Да, да, да. А к Нафу никогда не подходит, я сколько смотрю, и даже его пятюшки-пятюшки не отобьется. Ты видел Нафу? Он очень-очень тихий такой парень. Он просто не эмоциональный. Но все равно нужно поддерживать, как бы, со стороны тренера. После вот таких жестких моментов. Может быть, Наф не любит касание, знаешь, к тебе вот это все. Есть люди, которые совсем-совсем не тактивные. Сразу лосьоном руки протирает? Да, да. Мышку потом моет. Было такое уже, да? Было, было. Так, заход на Б-плэнд. Четыре человека, оставшихся в живых. Ох, ну что ж, ну что ж. Здесь очень-очень важным французам выиграть этот заход и поставить из четыре одних и лишь вместе с Нафом. Обороняется от начала до конца, как китайская стена. Кеннис, правда, все-таки справился. Да, но он один против трех. Team Liquid придут и, скорее всего, заберут. Шраба к себе домой. Да, так оно и произойдет. 16-13. Team Liquid выигрывает в Best of 3 противостоянии сегодняшнего дня. Но напомню, что Jetsu не вылетает заново чемпионатом, потому что это сетка виниров. Да, встретятся они с командой NRG. E-Sports, вот, завтра примерно в это же время. Думаешь? По-моему, раньше. У нас завтра вообще два Best of 3 есть. Ну, они вторыми будут играть. В шесть часов начинают у нас играть Гамбиты и команда Natus Vincere. И следующие как раз-таки будут играть ребята из G2 и NRG. Показывают красавчиков. Пятюни пошли, все остальное. Но, опять же, я думаю, что G2 не должны настолько быть опечалены. Да, после вчерашней игры против Face of, я уверен, что они ожидали от себя большего. Потому что мы думали, что они отлетят от Face of, там, 2-0, может быть, 2-1, а потом хопа, они все-таки выиграли, оказались в сетке виниров, им пришлось играть против Liquid, противника реально очень серьезного. Мы знаем то, что они только что на мейджере, опять же, проиграли Astralis. Если бы они были в другой сетке, возможно, бы они даже дошли до финала. Ну, а с вами сегодня были Crystal May вместе со Smile. У нас еще будет целый набор аналитический, а мы с вами на сегодня прощаемся, отправляемся к нашим молодым хлопцам. Liquid плюс Inferno равно коктейль Молотова, которым команда Liquid сожгла своих французских соперников, отправив их в нижнюю сетку группы. G2 еще не покинули турнир. Их ожидает неплохой матч, как отметил Серега, матч против Energy, так же, как и Gambit ожидает матч против Na'Vi. Но это все завтра. Давайте резюмируем эту карту и потом уже сегодняшний день. Хорошие вещи, можно сказать, которые были немножко неожиданны, потому что мы с Олегом резко быстро закрыли команду G2 с точки зрения именно счета, да. То есть Liquid все еще победили, но с точки зрения счета мы сказали, что, ну, типа односторонняя вот эта каталова, вот так. Ну, типа как кэш, только, может быть, пару раундов больше. Ах, ибо, ах, и до свидания. Но G2 собрались, сделали, были классные раунды, реально очень понравилось. И, казалось бы, на самом деле, возможно, возможный, возможно, и выход на третью карту. Но вроде Zeus, судя по всему, немножко там дообъяснил, да, например, своим ребятам. Кстати, один из, пожалуй, лучших тренеров на сцене Counter-Strike тоже, вот, к слову, из там четверки-пятерки, собственно, лучших тренеров Counter-Strike, на мой личный взгляд, и все-таки тем Liquid постарались вот на второй половине, да, причем с самого начала на карте прям вообще не получалось, вот, вот совсем-совсем мы сейчас видим как раз повторы, где-то вот взяли коня за коня, коня за платву взяли, да, и сказали, стой, платва, погоди, не спеши, дай мы попробуем вас немножко задоминировать здесь. Вообще-то я почти поверил, если честно, потому что Liquid много потерялись. Типа от Liquid, когда мы идем в Moltov и начинаем гореть, и был безарморный Бадди с МПшкой, таких, кстати, странных мувов, было у команды G2 порядка двух или трех. Не закупался армором, или раскидкой Shox, хотя был на руках полторы тысячи, и Shox не имел ни одной гранаты. Хотя были возможности, начало раунда у него только девайс плюс армор и ничего более. Это макроэкономические решения в каких-то моментах. Да, не было такого, там у всех было по 200, по 300, поэтому... Вот я помню как раз раунд по 300 баксов, при этом у Shox все еще есть граната, и был как раз пистолет, то есть, видимо, ему не хватило денег дополнительно закупиться. По поводу конкретно каких-то вот ошибок, о которых Олег упомянул, команды что-то подустали немного, реально вот были видны какие-то раунды, да, какие-то вещи, где кто-то кого-то пропускает, в смысле мимо, в голове не высчитывает возможные позиции оппонента, не высчитывает возможные ауткамы вообще ситуации, да, то есть то, что возможно может выходить. И при этом противник не обязательно всегда на этих ошибках работает, кстати, то есть тоже подустали немного, но все это заметно. Кроме Нафа. Да, кстати, кроме Кита Марковича. Согласен, потому что что-то прям жесткий какой-то тип. Но он вначале был не особо заметен, а потом как начал убивать людей просто раз туда иди по одному, и все. Наф действительно в полном порядке, причем не только в этом матче, в предыдущем, по-моему, он тоже был фраклиером своей команды. 29 на 17. И в прошлом там тоже было что-то очень, да и вчера тоже он смотрелся очень здорово, Наф. Да, да. Серьезные показатели. А вот Вист просил. Ну вот на самом деле складывается ощущение, что вот с той игрой, с которой G2 выступили вот конкретно в этой карте, матч против Энерджи, они в принципе могут выиграть, но давайте сначала послушаем интервью с Экзистенсом. С легендарного капитана, да. Мы знали, что команды Ликвит очень сильны. Они переиграли нас. И они очень скилловые ребята. Мы немножко не собирали так, как должны были бы сыграть. На ТВ-вере говорили, что ну вы позитивные ребята, да, питью не отбиваете. Вот мы с Маликом разговаривали там до начала карт, все дела. То есть Малик такой, да, сейчас нормально будем играть. Все такое. Ну и Экзистенс говорит, да, и все именно так. То есть мы старались, как могли. Вообще-то видно по лицу Экзистенса то, что он расстроен, в смысле, недоволен тем перформансом, который показал. А еще по лицу Экзистенса видно, что либо он что-то скрывает, в плане он не хочет говорить о том конкретно, какие проблемы были сейчас у команды G2. Либо ему нужно время, чтобы разобраться, какие проблемы были у команды G2. То есть ответы максимально сухие. И вообще это, да, это вообще уход от ответа, возможно. Ну это, видимо, знаешь, такая ситуация, когда они понимают, в чем они были неправы, но сейчас это обсуждать и выносить не особо хочется, потому что это может вы как-то вот слишком далеко. Ага. Так, да. Вы пошли на Инферно, и G2 начали очень сильно, да, эту карту. Это очень странно, Инферно у нас было. Да, что с бомбой валю, пожалуйста, пофиксите, бомбы не взрываются на Инферно. Мы проиграли обе пистолетки. Вот, и, собственно, так и зналось, что вообще-то мы могли вернуться, и мы вернулись, и он это знал, то есть он был уверен в этом как раз. И, собственно, на первой половине было очень... Ну, все расстраивались, потому что почти все класи проигрывали, по сути, или вообще все. Вот как насчет вот позиции сейчас, вы готовы? Ну, дойти, например, до концепту мира, то есть сделать всю свою работу, выиграть, к примеру. Вообще-то мы и на мажоре чувствовали себя достаточно уверенно. И шаг за шагом мы поймали вот этот вот момент, да, движения, для нас очень хороший, нашу волну. И как раз, мол, шаг за шагом они будут стараться дальше, но в контурстаке им может произойти все, что угодно, говорит Тако. Ну, и могут происходить странные штуки, но мы уверены в себя. Он вспоминает то, что в Далласе толпа очень сильно, да, поддерживала. То есть это помогает команде чувствовать себя более уверенно, соответственно, вот крики, вот эти все. Вот этот вот момент, который называется, момент вот родной сцены, да, какой-то, или, ну, там, полуродной сцены. То есть бывает, командам очень сильно помогает. Бывает помогает чисто технически, потому что звукоизоляция, например, не очень хорошо сделана. И когда толпа орет, да, клачер, например, слышит, ага, там кто-то был, да. Типа, граната закидывается, и да, вот это все. И тогда, а, значит, там кто-то был, начинает что-то там делать. Но это уже технические недостатки, а вообще, с точки зрения ментальности, я думаю, что когда вот вас так поддерживают, типа, тильтовать не очень. Простой пример. Кёльн, 18-го года, и команда B.I.G. Да, 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 вообще курор какой-то. Это что-то, до финала, точнее, как-то все пробиралось. Поэтому здесь, я думаю, что они уже в плей-оффе, они уже вышли дальше, как и коллектив MoSports, который сегодня также обошел своих оппонентов и будет сражаться послезавтра уже за выход в гранд-финал. Ну, а, конечно, будем смотреть и наблюдать матчи и Na'Vi, и Gambit, болеть, поддерживать всем сердцем, всей душой. Вот дайте мне в футболке две. Да, друзья, завтра нас ожидают очень интересные десайдеры. Мы благодарим вас всех за то, что вы все это время были с нами на трансляции. С вами эту студию аналитики провели Олег Майндгот-Клименко, Евгений Слипсом, Уайлл Слипчик. Меня зовут Дмитрий Ноттен, Майхаус Крупнов. До встречи на экране. С безлимитным тебя, самым быстрым тебя. С безлимитным, самым быстрым интернетом тебя. Включайся, мегафон. Игра — это азарт. Игра — это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч. Официальный партнер Virtus.pro. Игра — это эмоции. Игра — это эмоции. Игра — это эмоции. Субтитры сделал DimaTorzok